Здравствуйте, меня зовут Чайковская Кристина, я логопед детского центра реабилитации МЦР Дети. Напоминаю, что вы смотрите видео в рамках школы для родителей по активной реабилитации детей с нейроонкологией, организованной усилиями нашего центра, а также благотворительного фонда «Счастливый мир», в котором специалисты рассказывают об особенностях реабилитации для детей с нейроонкологией, а также коррекции нарушений, возникающие на фоне проводимой терапии или после операции. Моя лекция посвящена речевым нарушениям у детей, и хотелось бы остановиться на таком моменте, что ни в России, ни за рубежом нет компетентных исследований или статистики по речевым нарушениям у детей с нейроонкологией. И зачастую родители находятся в таком информационном вакууме, и у них нет необходимой информации по этому вопросу. Благодаря моему клиническому опыту я могу предположить, что дополнительной проблемой таких детей является то, что они подолгу лежат в больнице, нет возможности своевременно получить консультацию специалиста или пройти курс лечения, и из-за этого необходимую помощь дети получают гораздо позже, чем могли бы. И хотя дети с нейроонкологией, они сталкиваются абсолютно с теми же нарушениями, и что их сверстники – это дезортрия, и общее недоразвитие речи, задержки всевозможные и так далее. Поэтому те упражнения, о которых я буду рассказывать далее, они универсальны для всех детей, и родители их могут выполнять дома еще до того, как они обратились к специалисту. Моя лекция состоит из трех частей, и сначала мы поговорим о строении речевого аппарата, далее о видах нарушений речи у детей, и затем о методах их коррекции посредством артикуляционной и дыхательной гимнастики. Речь – это наивысшая совершенная форма общения, которая присуща только человеку, благодаря которой люди взаимодействуют друг с другом, обмениваются мыслями, информацией. И, конечно, любые нарушения речи, несформированность речи – это служит преградой для нормального общения ребенка со сверстниками или со взрослыми, может наложить такие черты характера, как негативизм, замкнутость. И очень важно, чтобы родители как можно раньше увидели какие-то нарушения или отклонения в формировании речи и обратились к специалисту, и поэтому сейчас мы попробуем более подробно представить этап формирования речи у ребенка. Речевой аппарат представлен двумя отделами. Первый – это центральный отдел, где ведущая роль принадлежит деятельности головного мозга, а также периферический отдел. Он также делится на несколько отделов. Мы остановимся на последнем – это артикуляционный, куда входят органы ротовой полости. Это мягкое, твердое небо, язык, губы. И хотя у каждого ребенка строение и конфигурация различны, могут быть какие-то особенности, логопед обладает определенными методиками коррекции и воздействия, что даже в таких условиях речь ребенка может быть сформирована правильно и подобрана определенная коррекция. А сейчас давайте вспомним, как же формируется речь ребенка. Для чего это важно? Потому что ребенок – это уникальная личность, и каждый ребенок развивается по-своему. Кто-то раньше начинает ходить, кто-то говорить. Но все же есть определенные нормативы, определенные рамки возрастные для формирования речи. Сейчас вы видите это на экране. И, конечно, если ребенок по тем или иным причинам не укладывается в эти рамки, нельзя говорить о том, что сразу у него какое-то речевое нарушение. Но все же это повод обратиться к специалисту. Потому что даже если звуки, соответственно, возрасту формируются, например, искаженное произнесение звуков, такие как межзубное произнесение или горловое, или боковое, то искаженное звучание – это всегда повод обратиться к специалисту. Причиной нарушения речи может быть наследственность, предродовые и родовые патологии, также заболевание первых лет жизни. Но не всегда заболевания являются причиной несформированности речи у ребенка. Последнее время очень большую роль играет социально-бытовой фактор, потому что по определенным обстоятельствам родители не всегда могут общаться полноценно со своими, с детьми. Это может быть работа, занятость. А для ребенка очень важно слышать правильную, грамотную речь, смотреть, как артикулируют родители, и по подражанию у ребенка формируются вовремя звуки. Для этого, конечно, необходимо полноценное общение, частое общение с ребенком. Сейчас я бы хотела осветить самые частые диагнозы, которые выставляются детям. Не будем подробно рассказывать о классификации речевых нарушениях. Но если, например, это ребенок в возрасте 3 лет, часто таким детям выставляется диагноз ЗПР, задержка психического развития, либо ЗРР, задержка речевого развития, когда речь не формируется, либо очень скудный словарный запас, либо ребенок говорит только части слов и искажает структуру. И, конечно, на таком этапе еще нельзя говорить о том, что это предпосылка, что будут какие-то сложные нарушения, более тяжелые. Но все-таки это повод обратиться к специалисту. И, скорее всего, нужно будет пройти курс занятий с логопедом и с психологом. Потому что часто в дальнейшем у таких детей выставляется диагноз ОНР. Это общее недоразвитие речи, когда страдают все компоненты речи. Это сложное нарушение речевое. И родители, может быть, иногда слышат, что ничего страшного, все это пройдет, им могут говорить это соседи, друзья или родственники. Но это ошибочное мнение, потому что у таких детей могут в дальнейшем возникать трудности освоения письма и чтения. Это дисграфия и дислексия. Также еще один диагноз, который часто выставляется детям, это дезортрия. Она бывает разных видов. Но при таком диагнозе, конечно, существуют определенные методы коррекции. Но родителям нужно понимать о том, что звуки ребенка формируются достаточно долго и звучат искаженно. Такие звуки могут пропадать. То есть сначала звук выставляется, затем опять ребенок не может никак сказать что-то или выговорить. Нужно быть готовым к тому, что занятия с логопедом будут довольно долгий период в таком случае. Коррекционная работа ведется по нескольким направлениям. Это увеличение объема артикуляционных движений, работа с дыханием, коррекция звукопроизношения, формирование фономатического слуха, анализа, синтеза слов, а также развитие грамотной, фразовой и связанной речи. Очень хороших результатов помогают достичь, если родители начинают взаимодействовать с логопедом и выполнять все домашние задания, рекомендации. Таким образом мы можем наиболее быстро достичь поставленных целей. И такими универсальными, наверное, упражнениями является артикуляционная и дыхательная гимнастика. Как раз в следующем ролике я более подробно буду рассказывать об этой теме. Дорогие родители, на сегодня это все. Надеюсь, информация была вам интересная, полезная. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok